Добрый день, дорогие друзья! Значит, компания «Семь драгоценных жизней» имеет целый ряд продуктов природных, оздоравливающих, которые действуют в целом на наш организм, нормализуя его деятельность, выправляя всякие неполадки. И вот среди них выдающееся место занимает, несомненно, кардиоцепс китайский. Видов кардиоцепса много, и когда я говорю «кардиоцепс китайский», это означает один из видов кардиоцепса. Вот, в компании кардиоцепс используется в нескольких препаратах. Значит, ну, например, эликсир кардиоцепса «Свейл», в состав которого входит на самом деле помимо кардиоцепса еще и экстракт «Рейши», другое название «Линзы», и гриб «Шиитаки», и вода. Вот такая вот композиция. Вот, то есть, вообще говоря, компания любит грибы как оздоравливающие средства, средства функотерапии. Это новое направление среди оздоравливающих средств, и вот оно подфачено компанией, а до сих пор этим занимались китайские компании. Вот, гриб «Кардиоцепс» и «Рейши» входят также в состав другого эликсира «Циньки» «Свейл». Вот. Ну, уникальность эликсира «Кардиоцепс» «Свейл» в том, что он проводит очистку организма, регуляцию функций его органов систем и восстановление этих органов и систем. То есть, он выполняет сразу все задачи, которые, собственно говоря, возлагаются на БАДы. И в этом и ценность, и уникальность, конечно, этого комплекса. Есть еще у нас, да, вот по поводу «Циньки». Этот многокомпонентный эликсир, он предназначен вообще, говоря, прежде всего для очистки и поддержания здоровья, конечно, желудочно-кишечного тракта. Но свою роль в нем очень большую играет и «Кардиоцепс». Кардиоцепс китайский входит в состав и так называемых капсул линжи, которые тоже есть в компании «Свейл». Эти капсулы заполнены экстрактами грибов линжи и «Кардиоцепса». Этот эликсир придает устойчивость нервной и сердечно-сосудистой системам. Он прекрасно восстанавливает ауру, если посмотреть ауэрограммы. Вот. Повышает стойкость организма к стрессам. Кроме того, «Кардиоцепс» китайский входит еще в один продукт, который есть в компании. Он вместе с березовым грибом «Чиакой» и целым рядом других компонентов входит в состав напитка «Печать знахаря», который улучшает мозговое кровообращение, стимулирует перистальтику кишечника, повышает эластичность сосудов, сосудистой стенки и нормализует микроциркуляцию крови. Как видите, компания «Севен Ви» уделяет серьезное внимание фонкотерапии, то есть оздоровлению с помощью грибов. И это очень разумно. Опыт Китая, Японии, Вьетнама, опыт нашей народной медицины, наблюдение за животными, говорит о перспективности фонкотерапии для поддержания здоровья. Главная роль в поддержании здоровья, как вы понимаете и знаете, состоит, определяется нашей иммунной системой. А иммунная система, она очень динамична, очень ранима, и здесь надо учитывать, очень важно, что она легко подсаживается, когда у нас плохое настроение, когда мы обуреваемы негативными эмоциями, гневом, страхом, завистью, тоской и другими. Поэтому берегите себя от плохого настроения. Если вы верите в Бога, то не свалиться в плохое настроение вам поможет знание того, что на всё воле Божьей. А если вы атеист, то тем более огорчаться или злиться на кого-то смысла нет, так как неудача, испортившая вам настроение, означает, что вы чего-то недоучли, вы недоучли, и в результате обрели дополнительный опыт, жизненный дополнительный опыт, что, так сказать, да, и таким образом, что уравновешивает вот ту неудачу, которая с вами случилась. Вот. Культивируйте в себе чувство юмора. Сейчас даже выделилась особая вец психологии, которая называется гелотология. Гелос – это смех по-гречески. Гелотология – наука о смехе. Смотрите старые добрые комедии, читайте и слушайте анекдоты, юмористические рассказы, ходите в цирк, помните, добрый смех бережет ваш иммунитет. Смех обладает обезболивающим действием. Когда человек смеется, в бронхолегочной системе накапливается энергия, нормализуется частота сердечных сокращений. Но смех до коликов стимулирует мышечную систему. Задействовано более ста мышц, когда человек смеется, так сказать, всем телом. Хохочет. Мы вырабатываем гормоны удовольствия в это время. Нейромедиаторы серотонина, дуфамин, а также эндорфины, которые являются антагонистами, противниками гормонов стресса. Таким образом гасится стресс или трудно человека ввести в стресс. Смех стимулирует выработку иммуноглобулинов, телемфоцитов, гамма-интерферона, защищая нас от инфекции. Показано, что конники в целом живут дольше, чем трагики. Сейчас уже стала практикой медицинская колоннада. Возникла йога-смеха, так называемая хасия-йога. С помощью смехотерапии разрабатываются методики коррекции различных расстройств, стрессовых, депрессивных, тревожных и так далее. Но для здоровья смеяться надо от души. Не хихикать ехидно, зло или саркастично, а безхитростно хохотать. Ну, о том, как поправлять настроение, мы теперь будем говорить на каждом вебинаре в качестве определенного вступления, потому что все заболевания носят психосоматический характер. То есть психикой определяется нездоровье нашего тела. И здоровье нашего тела тоже определяется в первую очередь психикой. Ну вот, а теперь продолжим разговор о кардицепсе китайском. Кардицепс в Китае называют дун, чун, ся, сао. Что значит? Зимой насекомые, летом трава. споры его паразитируют на личинке, то есть гусенице, бабочке тонкопряда, которая после вторжения в нее аско-спор кардицепса закапывается в землю на высоте более трех с половиной тысяч метров. В высокогорье в Тибете это происходит. Кардицепс высасывает, выкачивает из этой личинки все полезные вещества, а затем переходит, когда уже там нечего брать, он переходит на питание из корневищ высокогорных целебных растений, которые растут поблизости. Это острогал, это горец, это офиопогон и ряд других. В этот период идет закалка, адаптация кардицепса и к холоду, и к голоду, и к гипоксии, то есть дефициту кислорода, потому что в высокогории парциальное давление кислорода меньше, чем в низине. Таким образом, кардицепс обретает способность эффективно преодолевать любые стрессы. А это сопряжено с выработкой определенных веществ, которые попадают в организм человека и его делают стрессоустойчивым. Значит, через два года с наступлением весны из земли появляется плодовое тело кардицепса. То есть, он прорастает через всю эту личинку, через горловое отверстие выходит сквозь землю проходит и начинается период снова спорообразования. Вот такой цикл проходит кардицепс. Таким образом, кардицепс китайский содержит в себе уникальный сбалансированный букет биоактивных веществ, которые обеспечивают поддержку энергосистемы организма, что очень важно, и его иммунная система, защитная система при любых заболеваниях. Кардицепс как целебное средство известен около полутора тысяч лет. И поначалу им пользовались только императорская семья, ближайшие приборные, вот, а для широких масс народных он был, так сказать, недоступен, и его использование каралось очень жестоко. Вот. Было много публикаций, связанных с кардицепсом, но они были написаны иероглифами, и в более позднее время, уже, так сказать, в прошлом веке, в нашем веке, было довольно много публикаций на китайском языке, на японском, уже стали публиковать на английском языке, статьи, в серьезных журналах, стали патентовать многие исследования, вот, в частности, допустим, удобряли почву гидероз, кардицепс, селен содержащими веществами, потому что в Китае был печальный опыт, когда селен в целой провинции отсутствовал, и сердечные заболевания поразили очень многих людей. Вот, много было исследований сделано. Вот, выяснено было, что кардицепс содержит 80 типов ферментов, столько же макро- и микроэлементов, ненасыщенные жирные кислоты омега-3, полный набор незамещаемых аминокислот. Есть там аденозин, который действует как сосудорасширяющие средства, улучшает микроциркуляцию, улучшает мозговое и сердечное кровообращение, микроциркуляцию почек. Вот, много было найдено веществ, все они были исследованы, и сейчас в Китае, в Японии, в Корее, во Вьетнаме кардицепс используется как лекарственное средство. Много задействована здесь система организма, болезней конкретно, который нам известен. Но если вот мы можем с вами просмотреть, просто пройтись по различным системам. Ну, возьмем систему кроветворения, вообще кровеносную систему. Значит, вот смотрите, гемофилия, гемофилия, болезнь последнего царского наследника. Вот, казалось бы, ну что, кто может вылечить гемофилию? Болеют только мальчики, как известно. Кардицепс значительно улучшает качество жизни таких пациентов. Вот, есть болезнь Верли-Гофа. Это тромбоцитопеническая пурпура. Множественные кровоизлияния в коже, кровотечения слизистых оболочек. Кардицепс помогает и при этой болезни. Геморрагический воскулит. Это аутоиммунные заболевания, когда собственный организм воюет с собственными сосудами. Кардицепс снижает избыточное повышение иммунитета. Он нормализует иммунитет и устраняет его нарушения на генетическом уровне. генетическом Вот это обстоятельство, кстати говоря, указывает на то, что там среди многочисленных микроэлементов есть, вероятно, золото и элементы платиновой группы, потому что они в особом валентном состоянии как раз действуют, выправляют всякие неполадки в ДНК. Лейкемия, малокровие. Кардицепс улучшает состояние людей, страдающих лейкемией, предотвращает её переход в злокачественную стадию. Ну, анимия, малокровие. Причина может быть большие кровопотери, если при ранениях, там, лёгочных кровотечениях и так далее. Может, при инфекционных заболеваниях, там, злокачественная опухоль, допустим, отравление, может быть, каким-то химическим ядом, недостаточное питание, в том числе продуктов, содержащих железо и так далее. Помогает и при анемии. Ну, теперь несколько слов о сердечно-сосудистой системе. При атеросклерозе, казалось бы, хроническое заболевание, да, которое выражается отложением жироподобных веществ во внутренней оболочке артерии, да, с последующим развитием блязок и так далее. Вот. Кардицепс помогает увеличению кровотока коронарных сосудов. Это очень важно. Ну, применять его взрывательно в часы активности перикарда, то есть с 11 до 13, это сердечный период, и перекарда это с 19 за 21 час. Вот. Значит, ишемическая болезнь сердца. У нас практически всё взрослое, особенно мужское население, так или иначе страдает от ишемической болезни сердца. Вот. То есть слабый кровоток который влечёт за собой естественное кислородное голодание. Слабый кровоток в артериях, артериальных сосудах. Ну, это когда люди, это может быть и генетически, а может быть, когда люди любят жирную пищу из насыщенных жиров, там, сливочного масла и так далее. Недостаточное поступление пищевых лавок на растворениях. Вот. Дефицит антиоксидантов витаминов, допустим, С, Е, А. Вот. Здесь тоже кардицепс помогает. Помогает он при гипертонии, при варикозном расширении вен. Кстати говоря, кардицепс является очень хорошим переносчиком кислорода. Немного животных зарастительных препаратов, которые переносят кислород. Ну, гингобиол, допустим, да, тоже растущий в Китае, кстати говоря. Вот. Так вот, кардицепс тоже относится к этим препаратам. Вот. Теперь он очень хорошо помогает в качестве реабилитационного средства после инфаркта миокарда. Эффективно противостоит он кислородному голоду, о чём я уже говорил. Вот. Увеличивает кровоток коронарных сосудов, регулирует соотношение кальция и фосфора в крови, устраняет осложнение после некроза. Словом, он работает здесь очень эффективно. При стенокардии очень хорош кардицепс китайский увеличивает кровообращение сердца и гёстик, улучшает обмен веществ, регулирует иммунитет. Вот. Ну, прятеры склерозе сосудов головного мозга. Говорят в таких случаях артерию, склерозе. Вот. Он улучшает микроциркуляцию сосудов головного мозга. Об этом я уже упоминал. Теперь давайте перейдём к центральной нервной системе. Чем полезен кардицепс для центральной нервной системы? Ну, во-первых, он великолепен в случае синдрома хронической усталости. А все работающие в фирмах люди с перегрузками, учёные страдают синдромом хронической усталости. Состояние, при котором иммунная система человека оказывается беззащитной против вирусов, дрожжей, всяких болезнетворных бактерий, с которыми справляется здоровая иммунная система. И здесь очень хорошо опять-таки работает кардицепс. Вот внутри черепное давление. Бывают люди страдают от головной боли. Внутри черепное давление повышенное, оно может по многим причинам быть и, так сказать, в ходе рождения можно уже эту болезнь нажить. Вот. Вот. А может могут различить кисты или опухоли или хронический воспалительный процесс. И вот кардицепс устраняет воспаление. Вот как наиболее активные БАДы, они как правило должны обладать противовоспалительным действием эффектом. Вот кардицепс обладает противовоспалительным действием и кроме того противокистозным и противоопухолевым эффектом. Вообще как противоопухолевые средства он изучался очень основательно и разносторонно. Вот. Мерные тики устраняют они тоже связаны с повышенным внутричерепным давлением часто. Вот. Либо нарушением иммунной системы. При инсультах при инсультах улучшая микроциркуляцию мозга очень хорошо работает черноцепс. Вот. Снимает внутричерепное давление о чем мы уже с вами говорили и устраняет воспаление потому что все эти вещи есть при инсультах. Киста головного мозга здесь тоже сказывается эффективный кардиоцепс. Он помогает рассасывать кисту. преродикулития. при радикулите это заболевание периферической нервной системы, при котором воспалительный процесс увлекается нервные волокна отходящие от спинного мозга. Кардиоцепс обладает противовоспалительным действием очень здорово помогает. потливость рук и ног это связано с нарушением вегетативной нервной системы при гормональных проблемах. Вот начиная из щитовидной железы, половых желез, кончая гипофиза. И здесь кардиоцепс оказывается на высоте. Давайте посмотрим бронхолегочную систему. Чем тут может вообще говоря кардиоцепс работает особенно активно на меридиане почек и лёгких. Поэтому он оказывается для бронхолегочной системы просто находкой. Я не говорю уже о простуде ОРВИ где он очень быстро снимает симптоматику приводит всё в порядок. Просто потому что он эффективный антибактериальный противовержный средство. Далее грипп конечно же. Видите прививки далеко не всегда помогают от гриппа потому что вирус гриппа очень быстро мутирует. Но для кардиоцепса это не страшно и он справляется с этой бедой просто имейте это в виду если заболеете. Погода сейчас неустойчивая холодная влажная сарая поэтому бронхит аналогично воспаление слизистой оболочки бронхов. Вот также кардиоцепс усиливает мускулатуру бронхов. Ларингит фарингит все это даже пневмония подвластна кардиоцепсу. Пневмококковая пневмония наиболее распространенный тип материальной пневмонии. Вот и кардиоцепс очень хорошо с этим справляется. И для профилактики и для лечения он годится. Пневмрит это воспаление плевры двухслойной оболочки выстилающей грудную полость. Пневмра плотно располагается вокруг легкого имеет толкий смачивающий слой жидкости между двумя слоями оболочки. Вот при плеврите движение ограничено затруднено движение в пределах грудной плетки. Вдох выдох. Вот кардиоцепс очень хорошо помогает при плеврите. Синусит острый хронический синусит. Бронхиальная астма в принципе она практически неизлечима с точки зрения европейской медицины и нашей медицины. Но считается хроническим заболеванием. Очень часто людей сажают на гормоны. Но кардиоцепс поскольку он снимает воспалительные явления он очень здорово помогает. устраняет приступы бывают под действием стрессов под действием веществ под действием бактерий вирусов грибов на все это очень хорошо действует кардиоцепс и усмиряет даже при туберкулезе кардиоцепс помогает. Вот ну я не говорю о таких вещах как кардиоцепс допустим вот теперь желудочно-кишечные заболевания значит кардиоцепс будучи антиоксидантом оказывает губительное воздействие на патогенные бактерии на пневмокок на золотистый стучалокок довольно упорная вещь которая нелегко освободится но можно стрептокок туберкулезная палочка вот противовоспалительных действиях он не уступает а даже превосходит титрокортизон известные гормональные средства вот хотя он не гормональные средства и те последствия неприятные которые бывают от длительного применения гормональных средств кардиоцепс не свойственные вот язвенные процессы желудка 12-перстной кишки это все под силу кардиоцепсу устранить есть бактериоз кишечника дело в том что будучи хорошим бактерицидом кардиоцепс не действует вот подарок божий не действует против наших союзных бактерий бифиды и лактобактерии вот он является природным антибиотиком вот антибактериальные действия он оказывает против нескольких десятков бактерий таких как стрептокок невмокок золотистый стрелокок но не трогает наши родные бактерии являющиеся нашими союзниками в иммунитете вот он помогает при нарушениях функций печени вот главное принимать его надо тогда когда нужно воздействовать когда в активной фазе находится соответствующий орган ну например скажем печень собственно печень активна с часу до трех ночи но неудобно в это время принимать люди спачиваются вот но есть такой канал энергетический как три обогревателя состав это так сказать такое теоретическое построение но выяснилось что значит в его составе участвуют легкие печень и почки и он работает с 9 вечера до 11 вечера это удобное время и таким образом можно нормализовать работу печени а заодно и легких и почек вот а если нужно на тонкий кишечник подействовать сейчас удар трех при циррозе печени хроническое прогрессирующее заболевание вот и при некрозе помогает керпицепс помогает вот при вирусных гепатитах помогает ну гепатит А вы знаете это болезнь грязных рук гепатит Б передается при использовании одних и тех же медицинских инструментов например и вирус проникает печеночную клетку и уничтожает ее вот замещая соединительной тканью пораженной печени вот самый агрессивный на сегодняшний день вирус гепатит гепатит С вот он передается половым путем значит что нужно чтобы этого не произошло во первых должен на высоте быть иммунитет а вот как раз кардицепс то иммунитет и держит на высоте во вторых нужно убрать интоксикацию а интоксикацию тоже вызывает кардицепс и очищает печеночные клетки далее кардицепс помогает при холецистике это заболевание воспаления стенки желчного пузыря вот и тут поскольку кардицепс улучшает кровоснабжение и устраняет воспаление и обладает бактериостатическим действием в небольших дозах или бактерицидом больших вот он очень хорошо работает против холецистита полипы это вырост эпителиальной ткани которая провоцируется различными раздражающими факторами вот ну очень хорошо тоже работает кишечник самый уязвимый в это время кардицепс усиливает функцию противоопухолевой системы а полипы это так сказать первый звонок что грядет опухоль ну об иммунной системе и говорить не приходится поскольку это мощнейший иммуномодулятор то есть нормализатор иммунной системы куда бы не было отклонений будь то аллергии будь то аутоиммунные заболевания вот с помощью кардицепса можно убирать и брудавки и эпопиломы вот и герпес омоложение кожи идет у тех людей кто пользуется кардицепс вот далее урология и в этом случае значит при аденоме предстательной железы кардицепс работает безупречно при гламировании фрике это иммунокомплексное заболевание почек с преимущественным поражением сосудов клубочков основное фильтрующее звено кардицепс восстанавливает функции почек и клубочковый аппарат почек далее камни в почках кардицепс увеличивает мочевыделение выводит шлаки разрыхляет камни выводит их как песок идет нормализация функций клубочков лечится эпиелонефрит и цистит хроническое воспаление стен ничегого пузыря вот а поскольку кардицепс сильный природный антибиотик не действующий не убивающий нашу микрофлору еще раз то он очень хорошо снимает боли воспаления ничему пузыря вот ну о гинекологии несколько слов хламидиоз хламиди это простейшие которые живут в организме в симбиозе с нами пока в нашем организме все в норме хламидии пассивны и ничем себя не проявляют но как только появляются проблемы хламидии кандиды лепсиелы гарнирелы они моментально переходят в активное состояние начинают вредить нашему организму это и молочницы и бесплодие и киста и матки вот кардицепс обладая мощным противовоспалительным действием стимулирует выработку т-лимфоцитов это самые главные это офицеры иммунной системы которые заглатывают чужеродные клетки убирают их из организма вот кардицепс работает и в случае опущения матки и женское недержание мочи но там конечно можно еще использовать и массажные процедуры и у нас есть очень хорошие прокладки очень хорошие тампоны это отдельный разговор кроворос вульбы это лейкоплоксия на шейке матки сопровождается зудом шелушением трофическими изменениями и в этом смысле кардицепс опять-таки стимулирует выработку т-лимфоцитов очень здорово помогает избежать вылечиться от этой болезни вот он нормализует гормоны от почечников поэтому устраняет когда отсутствует своевременное восстановление менструального цикла он устраняет эти перекосы он помогает и при онкологии в частности женской онкологии дисплодия шейки матки это премастопатия очень распространенное сейчас заболевание к сосуду вот премиомах это доброкачественные опухоли гормонального происхождения и если она не переродится злокачественная то в период климакса может рассосаться и сама но кардицепс нормализует гормональный фон и в этом смысле он может улучшить ускорить это принципиально важно убирает кисты яичника это среднее состояние ткани между воспалением опухоли стенки кисты состоят из измененных клеток содержимое это воспалительное ксуда кардицепс здесь очень хорошо рассасывает кисты помогает при женском бесплодии тоже довольно распространенные вещи мужской и женской бесплодии кардицепс решает проблему воспалений вот лечит заболевания вызванные паразитарными простейшими нормализует уровень гормонов накочечников и влияет на уровень половых гормонов что собственно говоря и может привести к устранению бесплодия немножко о педиатрии о детских заболеваниях ну развитие плода у беременных вот опять-таки кардицепс очень хорошо работает в этом смысле отклонения не позволяя отклоняться так сказать развитию плода безбактериоз детский очень хорошо помогает то есть нарушение кишечной микрофлоры для детей это свойственно раздаются они практически без иммунитета вот поэтому кардицепс здесь на высоте вот даже при злокачественной опухоли почки это встречается иногда у детей в возрасте двух-трех лет показан прием кардицепса а в опорно-двигательном аппарате там у меня время уже есть еще да вот опорно-двигательный аппарат ну деформирующий артроз заболевание уставов которое часто возникает в результате изнашивания и обменных дегенеративных процессов разрушительных кремоктеритических периодов кардицепс опять-таки будучи противовоспалительным средством стимулирующим еще иммунные процессы регулирует баланс кальций и фосфора в крови вот подагра при подагрических заболеваниях тоже он помогает подагра обычно поражает людей относящихся к институции желчи вот это нарушение пуринового обмена накопления в организме избытка продуктов продукта белкового обмена мочевой кислоты вот это чаще всего мужчин бывает приступы острых полей вот чаще всего в суставах большого пальца стопы вот способствует развитию подагры избыточный вес раз частое употребление пива два алкоголя избыточное употребление красного мяса печени бобов подагра часто сочетается с мочекаменной болезни вот такой букет кардицепт здесь помогает приартрите тазобедренного сустава артрит это воспаление все что кончается наив в медицине воспалительные процессы воспалительные сустава вызываются инфекции расстройства необмена веществ ушибов ранений нервными заболеваниями вот кардицепт здесь очень хорошо помогает потому что он универсален вот действительно подарок богов как называют тибетские монахи кардицепси вот пищевая добавка там вот как раз с кардицепсом очень хорошо усиливает иммунную систему вот переломы при переломах костей конечно кардицепс очень хорош он используется при открытых переломах чтобы кость не воспалялась и не загноилась вот при остеомиелите это при открытых переломах но и не воспаление кости тоже кардицепс используют для борьбы с воспалением и нагноением плечо-лопаточный периартрит это воспаление суставной сумки плечевого сустава кардицепс используется для снятия воспаления боли в области поясницы спины тоже работают вы посмотрите он практически универсален можно говорить о том что он унимает различные нарушения стима это различные нарушения органов слуха в эндокринологии он очень важную роль играет вот и при сахарном диабете он чрезвычайно полезен и при различных иммунных нарушениях аутоиммунных заболеваний аутоиммунные аутоиммунные анемии например малокровие болезненные состояния которые характеризуются уменьшением всей массы крови но главным образом количество красных кровяных телец и гемоглобин аккордицепс содержит прогормон надпочечников то есть идет он носитель вещества которые превращаются в гормоны надпочечников организм синтезирует необходимое количество гормонов восполняет нехватку вот состояние улучшается но обычно принимают кардицепс в этом случае во время отведенной для почек активности максимальной почек с 17 до 19 и трех опокревателей которых я говорил с 21 до 23 прекрасные волчатки склеротермии ревматоидно-мартрите ревматизм также кардицепс помогает тот снижает на генетическом уровне аутоиммунные заболевания при рассеянном склерозе также рекомендуется использовать кардицепс облегчает даже положение пристыг когда перестают вообще функционировать все защитные силы организма да а кардицепс прекрасный иммуномодулятор задерживает рост патогенных микроорганизмов улучшает обмен веществ вводит из организма шлаки вот поэтому вторичная инфекция от которой обычно больные с плитом умирают вот она не поражает так легко если человек принимает кардицепс как если бы он его не принимал даже облегчает состояние психиатрических больных при шизофрении например вот я уж не говорю о том что кардицепс конечно же чрезвычайно полезен для укрепления физической и умственной работоспособности вот вот обратите внимание сколько возможностей у кардицепса и насколько мы его недооцениваем потому что наверное все таки не так часто и не так много его принимаем вот в случае онкологии в случае рака кардицепс очень ценен он тормозит перекисное тисление липидов то есть оболочек клеточных внутриклеточных перегородок вот а именно их повреждают свободные радикалы клеточные мембраны и генетический материал который тоже защищен мембранами вот и вот тогда начинается перерождение раковое он восстанавливает энергетический потенциал клеток за счет лучшего усвоения кислорода и синтеза аденозинтрифосфорной кислоты носителя биологической энергии а в злокачественных клетках используется простой бескислородный способ выработки атф гликолиз он значительно менее эффективен как только туда доставка кислорода осуществляется то может возникнуть и обратный процесс процесс превращения обратно раковой клетки в нормальную клетку того органа где она зародилась как раковая вот усиливает клеточный иммунитет макрофаги и естественные киллеры они играют первую скрипку в противоопухолевой защите обнаруженные прямые противораковые вещества в кордицепте самостоятельно останавливающие роль онкоклета по этому поводу достаточно достаточное количество работ опубликовано вот ну что мне хотелось бы сказать в заключении в заключении я вот что хочу сказать значит очень любопытная вещь я не буду сейчас чтобы не разбавлять впечатление о кордицепсе не буду говорить о шиитаке не буду говорить о линжи которые в комплексе с ним используются в качестве продуктов оздоровления компании Сэббиэль вот я хочу рассказать об одном интересном наблюдении вот какого рода значит проводились исследования зависимости веса животного от продолжительности жизни значит на каком-то этапе чем больше вес животного тем длительнее он живет но это не прямая такая зависимость вот ну например там шлон может прожить 77 лет в среднем кит 60 лет вот овца 16 лет но обратите внимание человек да шимпанзе ну горилла гориллу 45 лет максимальный возраст гориллы вот человек весит ну примерно столько же сколько гориллы или овца вот но живет он значительно дольше а по многим наблюдениям и параметрам биологическим он может жить вполне без особого напряжения до 115 лет но мы слишком безалаберно относимся к своим здоровьям к сожалению пьем спиртное курим некоторые еще и наркотиками пользуются едим что попало не ценим свой организм совершенно а ведь это божий подарок нам вот и что любопытно вот один из ученых он предложил измерять продолжительность жизни в сердцебиении в количестве сердцебиении и что любопытно что скажем человек овца ну допустим горилла ну вес примерно одинаковый более того значит сердцебиение тоже угорело немножко медленнее чем у человека но близко а у шимпанзе наоборот немножко чаще вот казалось бы и вес и сердцебиение а человек живет примерно в 4 раза дольше 4 раза дольше ну человек может прожить 4 миллиарда 350 миллионов сердцебиений и вот обратите внимание значит более 4 миллиардов ударов сердца а средняя продолжительность жизни американца и наша еще меньше составляет 2,5 миллиарда ударов может прожить больше 4 проживает примерно 2,5 миллиарда ударов вот то есть человек который исправляет 25 день рождения уже прожил миллиард ударов сердца и все еще остается молодым 25 лет да а мы можем прожить в принципе в 4 раза дольше и выпадаем напрочь из этой вот статистики связанной с животными в чем здесь дело то что непонятно что заставляет наше сердце работать дольше и лучше чем сердце всех млекопитающих которые известны нам я говорю млекопитающих потому что можно там обезьян это самое черепаху там она 200 лет живет там полупогоска вот понимаете какой бы здесь ответ не нашелся в результате исследований вот это ведь здорово что у нас есть такие возможности что у нас сердце продолжает биться с прежним задором с прежним огнем простучав 1-2 миллиарда раз вот в этом случае думать о возрасте уже не хочется люди могут воспринимать себя как молодые потому что им дана удивительная фора удивительная фора это божий подарок вот мы принадлежим к самому удивительному виду живых существ на земле вот живущих дольше всех и обладающих разумом вот наплюйте на дни рождения живите радуйтесь жизни и живите от души и счастья вам и здоровья спасибо большое если у кого-то есть вопросы пишите пожалуйста Григорий Григорьевич есть такой вопрос человек как бы написал если есть густая кровь кардицепция поможет ли густую кровь поможет но есть еще более простой метод пить 2 литра воды кардицепция плюс 2 литра воды будет идеальная кровь ну конечно потому что что такое густая кровь это значит недостаточно воды в ней потому что кровь это один из жидкостных потопов один из водных потопов если она запустела значит у нас не хватает воды так и передадим скажите пожалуйста вопросы еще есть Григорию Григорьевичу так есть или нет там он тут печатает вот и вам счастья здоровья спасибо сейчас вам там кто-то печатает буквально пару секунд вот ребят печатайте быстрее так будьте здоровы и радуйте нас своими интересными знаниями с удовольствием похоже что больше вопросов нет только есть пожелания так что огромное спасибо всем за всем кто принял участие в нашем вебинаре огромное спасибо Григорию Григорьевичу спасибо всем всем доброго до свидания до новых встреч до новых встреч до новых встреч